Добрый вечер! Прямой эфир канала «Россия-1» продолжает вести Ульяновского региона. В студии с вами Антон Никитин. И для начала коротко о главных темах этого выпуска. Халатность замначальника СИЗО обернулась смертью четырех человек и тремя с половиной годами колонии. На заседании суда побывала наша съемочная группа. Знакомые слушателям со всего мира песни вновь звучали с ульяновской сцены. Легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Песниры» дал концерт в нашем городе. Спорт, в котором нет места дрожащим коленям. В Вундерах впервые прошли состязания по горным лыжам среди спортсменов со всего Поволжья. А теперь обо всем этом и многом другом более подробно. Помогут москвичи. Устранить недочеты и отрегулировать транспортную систему Ульяновска будет сложно. Но реально, заявил представитель столичного центра организации дорожного движения. Разговор состоялся сегодня в рамках совещания с главой региона. Москва в десятки раз крупнее Ульяновска, а вот проблемы одинаковые. Одна из них – организация общественного транспорта. Столичные специалисты знают, как сделать правильно. Именно поэтому соглашение о сотрудничестве по развитию системы подписано. Мы должны создать комфортную современную систему транспортного обеспечения людей на современном безопасном транспорте. В первую очередь специалисты центра организации движения планируют создать так называемый каркас, по которому движется город. По схеме станет ясно, где ввести выделенную полосу, где организовать парковки, а где перестроить тот или иной маршрут. На некоторых участках здесь действительно есть большое-большое огромное дублирование маршрутов. Все мы это знаем. В Ульяновской области, так скажем, маршрутчики друг друга подрезают, что влияет на безопасность и так далее. Создание в том числе выделенных полос, например, на определенных магистралях, создание магистральных маршрутов позволит увеличить скорость сообщения между работой и домом многим жителям этого города. И в том числе это влияет еще также, например, на скорость реагирования таких служб, как скорая помощь. Ну а пока в регионе продолжают ремонтировать дороги. В Ульяновске почти завершены подъездные пути со стороны Самары, Саратова, Сызрани, Сурского. В этом году планируют расширить узкие участки проспекта Нариманово, установят дополнительные фонари, барьеры и семь светофоров в Ленинском районе и за Волжье. В федеральном бюджетном выделено 625 миллионов на Ульяновскую область. По решению губернатора все 625 миллионов направляются в город Ульяновск. С учетом его поручений в настоящее время подготовлена программа ремонта дорог, которая будет сегодня утверждаться. Сумма более чем 1 миллиард рублей. То есть для сравнения, например, это получается 850 тысяч квадратных метров ремонта дорог. Это больше, чем за три предыдущие года вместе взятые. Ко всему прочему, внимание обещают уделить и территориям внутри дворов. Это не только цветники и лавочки, а организация всего пространства с учетом мест для автомобилей и зон для отдыха. В год экологии глава региона напомнил и еще об одной теме. Надо посмотреть сразу и на озеленение, на вопросы благоустройства, в том числе и на наличие рекламы счетов. Исполняются поочередные и конкретные наказы людей. Депутаты фракции «Единая Россия» на совещании доложили, что проблемные вопросы стараются решать адресно. Ксения Грищенко, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Три с половиной года в колонии-поселении провезет заместитель начальника следственного изолятора. Именно по его халатности при пожаре в СИЗО погибли 4 человека. Ульяновский суд сегодня вынес обвинительный приговор должностному лицу и бывшему заключенному. Напомним, трагедия произошла в августе 2015-го. Тогда сотрудник следственного изолятора поручил двум содержащимся под стражей мужчинам ремонтные работы в камере внутреннего поста. По данным следствия, в отсутствии контроля 21-летний осужденный зажег спичку. Она и стала причиной пожара. Заключенный СИЗО на этапе следствия дал признательные показания. Бывший сотрудник исправительного учреждения Юрий Горин в судебных заседаниях вины не признал. Он должным образом не организовал проведение данных работ, а именно не инициировал и не организовал отселение осужденных, содержащихся смежных помещений с камерой, где проводились ремонтные работы. Кроме того, он не организовал какой-либо надзор за осужденными, которые проводили ремонтные работы в данной камере. И, соответственно, не провел какой-либо инструктаж, а также мероприятие по охране труда с грязновым осужденным, который проводил данные ремонтные работы. При этом Горин осознавал, что данные работы проводятся именно с легковоспламеняющимися материалами. Юрия Горина признали виновным в халатности, повлекшей смерть с двух и более лиц. Вместе с ограничением свободы его лишили права занимать административные должности сроком на два года. Вновь отправится за решетку и сам поджигатель. Александра Горизнова осудили сразу по трем статьям Уголовного кодекса. В колонии общего режима он провезет три года. Также определено взыскать с указанных лиц всю сумму причиненного ими имущественного вреда. Это около одного миллиона рублей. А тем временем в Ульяновске почтили память Александра Пушкина. Ровно 180 лет назад поэт скончался от смертельного ранения, полученного на дуэли. В Литературном музее Дом Языковых сегодня открылась выставка. Прошли экскурсии, посвященные жизни и творчеству Александра Сергеевича. Пушкин – это, конечно же, солнце русской поэзии. Правильно сказал о нем современник. Это олицетворение русской литературы как в России, так и за рубежом. И, конечно, для нашего края он тоже имеет особое значение. Это не просто мировая личность, но личность родная для каждого русского человека. Посетителям сегодня продемонстрировали и уникальный номер журнала «Огонек» за 1937 год. Его выпуск был приурочен к столетию со дня смерти Александра Пушкина. Ну и, конечно, звучали в музее стихи. Друзья мои, прекрасен наш союз. Он, как душа, неразделим и вечен, неколебим, свободен и беспечен. Срастался он по тени дружных муз. Куда бы нас не бросила судьбина, и счастье куда бы не повело. Все те же мы, нам целый мир чужбина. Отечество нам, царское село. Легендарные песниры в Ульяновске. Прославленный на весь мир ансамбль дал концерт в Большом зале Ленинского мемориала. Новый состав с известными всем композициями и с новыми музыкальными шедеврами. Ансамбль песниры – один из самых популярных в 70-е годы и сейчас собирает полные залы. Правда, это обновленный состав. После трагической смерти в 2003 году бессменного руководителя ансамбля народного артиста СССР Владимира Мулявина коллектив возглавил его друг и соратник Леонид Борткевич. А совсем недавно у песниров появился и новый солист – белорусский певец Андрей Еронин. Конечно же, мы чтим традиции, то, что сделал великий Мулявин. Но, тем не менее, мы смотрим, что происходит сегодня в музыкальной индустрии. И какие-то, очень осторожно, но какие-то музыкальные фишечки в аранжировке пытаемся, скажем так, внедрять. Почитатели из разных уголков Ульяновской области съехались на концерт любимого ансамбля. Настоящие ценители живого звука и в некотором роде народной музыки. В том смысле, что большинство песен, можно сказать, ушло в народ. Музыка Ностальгия, которая, скажем так, по этим песням, по старым, она, в общем-то, присутствует. Давно мы их любили и смотрели, и друзья решили пригласить на их концерт. С удовольствием идем. Давно не были на их концерте. Решили, что надо возобновить встречу. Ансамбль нашей молодости, поэтому нам очень нравится. Знаменитые шлягеры пели всем залом. Секрет такого музыкального долголетия ансамбля раскрыл Леонид Барткевич. Я считаю, что это школа мулявина, что это сделал все Владимир Георгиевич в свое время. Вот это у нас атмосфера, голосоведение, его все эти аранжировки. И если что-то случается, я всегда думаю, а как бы муля поступил здесь. И тут же сразу находится выход, сразу. То есть как будто он стоит до сих пор рядом. Я считаю, что это в его гениальности все. С мулявинскими традициями песняры продолжат радовать своих слушателей. В планах прославленного ансамбля новые концерты и новые песни. Мария Сафронова, Александр Абрамов, Весть Ульяновск. И к новостям спорта. В Ульяновске завершился региональный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». За главную путевку на турнир ПФО спорили победители муниципальных состязаний. Как юноши, так и девушки. О валидольных схватках на арене Ориона. Эдуард Истомин. Эта встреча чем-то напоминала качели. То одна команда выйдет вперед, то вторая. Соперники достойные друг друга, говорили зрители. Но тренеров такое равенство сил ничуть не устраивало. Действия подопечных корректировали в ходе тайм-аутов. Старайся спадиться. Он маленький, он тебя внизу вяжет. Ура! Вперед! В последнем периоде паритет, казалось бы, сломался. Команда Новоульяновской школы номер один оторвались от Ишевцев на несколько очков. Казалось, что все потеряно. Но лицеисты собрались в концовке и выдали на гора, опередив сверстников. Нужно работать больше, я думаю. И все, тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. Что больше таких ошибок не совершалось. Игра была очень тяжелой для нас, для нашей команды. И мы старались до последнего. И все-таки мы добились в конце хорошего результата и выиграли игру. Хотя перевес был и небольшой, всего лишь одно очко, но нам этого хватило. У Ишевцев третье место. Золото и путевка на окружной финал достались баскетболистам из Димитровградского многопрофильного лицея. Ее они увели у соперников из 40-го Ульяновского лицея. У девушек не было равных спортсменкам из Новоульяновской школы номер один, которые обыгрались сверстниц из лицея при УЛГТУ. Здесь всегда проходит все на высоком уровне. Очень специалисты организованные. Всегда все, как говорится, готово. Мы только приезжаем, устанавливаем оборудование и все проходит замечательно. Окружной финал Кэсбаскет пройдет уже в марте. Но ульянским чемпионам, похоже, не придется паковать чемоданы. На данный момент решается судьба места проведения окружного финала. Скорее всего, он состоится в Ульянске. Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Вести Ульянск. Наш местный Куршавель впервые принимает юных горнолыжников со всего Поволжье. В селе Ундеры сегодня второй день разыгрывают кубок губернатора Ульяновской области по горнолыжному спорту. Четыре региона и 60 лыжников. Кто сильнее в славаме, выясняли дети от шести лет. Звонкий смех здесь стирает все волнение. Перед стартом – последнее наставление тренеров. Главное для них не только набрать скорость на склоне, но и запомнить маршрут. Соревнования принимают юных горнолыжников со всего Поволжье вот уже в пятый раз, но впервые на Ундеровском склоне. Погода комфортная, трасса несложная. В среднем 380 снежных метров они преодолевают за 35 секунд. Резанные повороты – высокая скорость. Слалом – одна из сложнейших спортивных дисциплин. Сочковать на трассе не получится. Хотя и на горные лыжи встали не просто любители зимнего отдыха. Мне с горы на лыжах вообще никогда не страшно ехать. Потому что я люблю на них кататься. Я на них обожаю. Я прям хочу на них всю ночь кататься. Правда, тренировки пока только в дневное время. Максиму всего шесть лет, но он уверенно проходит все ворота. Младшая возрастная группа открыла эти соревнования. Спортсмены, участвующие у нас – это от 2001 года до 2009 и младше. У нас пять возрастных категорий, в которых принимают участие и мальчики, и девочки. В горных лыжах говорят, что слалом – это одна из самых технически сложных дисциплин. И, в общем-то, как и в других видах спорта, тот, кто выигрывает чемпионат мира и Олимпийские игры в слалом, считается король горнолыжного спорта. Она считается самая зрелищная, самая красивая, технически самая сложная. И говорят еще о том, что тот, кто ходит с слалом, тот практически может идти любую дисциплину, такие как гигант, супергигант, скоростной искусств. Для большинства из этих ребят катание на лыжах – не просто развлечение. Хоть и попали в экстремальный спорт совершенно случайно. Полина, например, променяла обычные ледянки на горные лыжи. Теперь без них свою будущую профессию не представляет. Я хочу стать мастером спорта, я хочу быть тренером. Горные лыжи – это очень интересный спорт. Получаешь одновременно удовольствие, здоровье. Идет одновременно и тренировка, еще адреналина. Четыре региона и 60 юных спортсменов со всего Поволжья на лыжах стоят всего несколько лет, но за плечами уже несколько спортивных стартов. В двух дисциплинах разыграли медали сразу по пяти возрастным категориям. Мне кажется, что нужно прежде всего не выигрывать своих соперников, а побежать именно себя. То есть я выиграла саму себя. То есть на первой попытке я проехала хуже, чем на второй. Поэтому я довольна собой. Таких трасс, как вы говорите, несложных. И начинается путь любого горнолыжника, когда от простого к сложному. Он осваивает технические элементы и учится правильно скользить на лыжах. Поэтому для детского спорта очень хорошая трасса. Это прежде всего праздник для детей, для любого спортсмена. Это тренировочные процессы, это как бы такой изнурительный, долгий. А соревнования – это праздник, где они могут показать то, что умеют на сегодняшний день приобрести соревновательный опыт. Федеральный гость дал хорошую оценку местной трассе. В следующем году Ундровский склон планирует подготовить уже к всероссийским юношеским стартам. Кристина Гафонова и Герман Баранов. Вести Ульяновск. Из Ульяновского района. И на этом у нас все новости на сегодня. Далее вас ожидает информация о погоде. Ну а я желаю вам удачных выходных. Всего самого доброго. И до скорого. Субтитры предоставил DimaTorzok